У нас вечер. Мы с Оксаной и с Машей идём в садик на улице. Представьте, ребята, плюс один, почти плюс два градуса, да, Маша? Так тепло, так хорошо. Взяли снегокат с собой, не поедем обратно. Потом сейчас по пути на магазин зайти, Маше опять сломана точилка, ей надо точилку. Оксана, Маша сейчас дверь откроет, ты это, держи дверь. У нас тут, видите, аж всё растаяло. На улице тепло и всё тает. Это я сегодня вычищала оттуда. Егорка так ещё не чистил. Ладно, шагаем в садик, всем хорошего вечера. Дорогие друзья, мы уже пришли с садика, я переоделась, все, зашла в магазин, купила виноград. Ну, ещё сгущенка, купила молоко, и мы с Оксаной заходили, брали им вот такие. Покажите точилку-то. Вот такие вот ленточки, всякие бантики разных цветов набрали целую кучу. И покажи, единороги даже разные. И вот такие вот точилки. Тут сразу идёт точилка и эластик с этой стороны. И вот такие бантики. Бантики приберите. И виноград купила. Я всё красное, я кое-как дышала. Но мы-то тепло, да жарко, я бы сказала. Сейчас виноград помоют, а мы кушаем. Последние дни сейчас, виноград пока не сильно дорогой, так вот покупаем виноград. Зачем сейчас делать? Потом будешь подарок, где я делаю? Будешь? Всё, помыла виноград, сейчас дам ребятишкам поспешим. Ладно, сейчас я немножко отдохну. И будем печку затапливать, будем оладушки жарить. И что-нибудь там, что-то подумала. Посмотрим, что ещё приготовить. Поставила разогревать борщ. Что-то я икаю, 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 икаю. Я не знаю, что-то селёдки что ли поесть солёные. Селёдка солёная есть. Да это что такое всё? Икаю, 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 икаю. И никак не проходит икота моя. Да, поставила на печку, налила из большой кастрюли борщ. Извините, пожалуйста, просто у меня сегодня весь день вот это вот икота. Ужас какой-то. Ладно, короче, буду сейчас кушать. Извините. Так, ребят, у нас вечер. Короче, ставлю тесто на оладьи. Посмотрим. Кефир литр лежит уже в холодильнике. Так, может, пришла оладушки сделать. Оладушки у нас хорошо едят, да, Маша? Ну, вот сейчас наделаем оладьи. А Василиса тут везде лазит, вот везде ведь лазит. Коза такая, что? Хворщ, подожди. Хво? Хворщ. Борщ сейчас подожди. Только попросите папу посмотри. Подожди, какая-то уехали. Сейчас, подожди. Мам, я, маленькая. Я не хочу сильно жидкое тесто делать. Я хочу густое тесто сделать, чтобы они прям пышные-пышные получились. Когда густое тесто делаешь, они прям пышные-пышные получились. Немного, конечно, получится, но сейчас чисто на ужин покушать нормально. А завтра куплю кефир или сделаю дрожжевое тесто. Оладушки, да, еще нажарим. Завтра у меня уже будет Егор дома с Оксаной. А Света в шкуру, да, идет. Не знаю, надолго, нет? Сейчас так все болеть начинают. И я вот боюсь то, что еще маленьких в садик отдала. Прям вообще. А может, это у них даже не будет другая? Или же так могут на этих садик? Могут. Могут сказать, что в другой день на дистанционном. Это. Вот что бы. Не знаю, посмотрим. У нас только один болеет. Хорошо, нет, Маша, что не болеют тогда. Напишите, у вас сильно болеют, нет? У нас вообще прям какой-то бум. И учителя очень сильно болеют. Почти учителей ничего не осталось. Многие болеют, потому что... Ну, они хоть и болеют, но они на дистанционном, как бы, все равно ребятам проводят урок. В этом плане некоторые учителя молодцы. И если какой-то есть вопрос, позвонишь или напишешь, что у него. Позвонишь или напишешь, и учителя, как бы, почти все отвечают. Ну, почти. Ну, не все. Так, все, тесто сделала. Вот такой вот густоты у меня получилась тесто. Нормально. Все, муку убираем. Нынче надо закупаться. У меня муки осталось 2 пачки по 2 килограмма. Сахар заканчивается. Сахар, муку, крупы набрать, масло, растительное у меня заканчивается. Надо набирать будет. А то сейчас в новогодние праздники будут дома сидеть, да, Маша? Намного будет, будем много готовить. Что-то у меня на лице, как будто, это, какие-то взбылительные процессы пошли. Перцы приготовим? Папа печку еще не зацепил, да? Зацепил. Что приготовить? Перцы. Фаршированные перцы хотите? На, мясо покупать. На, перекручивайте, перцы покупать. На новый год. На новый год перцы фаршированные? Ну, посмотрим. Пегаре крабло. Так мы же курицу всегда делаем на новый год. Но курица пегаре крабло хватит очень там добрыть. Селедку под шубой будем нынче делать, нет? Бутербродики какие-нибудь быстренькие будем делать? Маша! Надо список поставить, что надо купить на новый год. Денег, я так понимаю, много у меня не будет нынче. Потому что у меня по ходу дела нынче зарплаты 100 долларов не будет, так как полмесяца просили. Значит, я не получу в декабре много. А может, вообще не получу. Поэтому мне надо рассчитывать то, что нынче за квартиру захочу, за садик заплачу и высчитать сумму. Ваня, тихо с Оксаной. Переписывай еще. Ваня, я буду писать сборку. Обязательно. И высчитать, сколько мне надо будет прожить на новый год. Потому что я говорю, у меня за ноябрь зарплаты 100 долларов не наберет. Из-за того, что у нас полмесяца не было интернета. Вот и получается, да, Маша, на новый год что, особо много денег-то не будет. Самое необходимое купить заранее все. Я хочу заранее ножки купить. Ну, курицу замариновать и в морозилку брать. Потом маринованное просто уже запекать. Подарки хочу. Ну, подарки, да, с подарками у нас. Еще не все поняли, кому что надо. Света с Катей сказали, ей по 500 рублей дайте. На новогоднюю культу они не хотят, чтобы я денежку скинула. Маше мы решили. Маша не хочет, как у всех, подарок новогодний в школе. Она хочет сама выбрать, какой она. Ну, поэтому мы решили, что Маша будет с Оксаной сами выбирать себе подарок. Они пока сейчас ходят по магазинам, смотрят, где какой они хотят подарок. Маша заходила в какой-то магазин, заходила в Крепаре. Там появился на первом этаже новый магазинчик. Там кульки, конфетки, печеньки, всякое такое продает. И Маша там. Вот смотрела, мы на автобазе уже смотрели с ней. Потом у нас туда смотрели, в двух магазинах тут у нас есть. Вот ей пока в одном магазине понравилось с тигренком, да, которая на коньках такая вся. Вот ей понравился. Ну, хочется, мы так будем сами покупать. Какая разница. Как ей хочется, так мы и будем делать. Ване на кулек я сдала. Сейчас вот еще Марине на перевести денежку. Но еще не написали, куда я чуюсь, потому что там еще до конца не решили, как. Василец, давай еще опрокинь мусорку. Коза такая. Сейчас опрокинет Маш. Он Маш. Маш, сейчас опрокинет. Ладно, ребят, буду оладьи жарить. Всем хорошего вечера. Так, ребят, все, жарю оладушки. Вот такие вот они у меня получаются. Печка только-только разгорается, поэтому вот пока еще не сильно. Это первая партия, просто такие получаются. А потом будет получше. И измерила в шкафчике полки. Хочу коврики мягкие купить. Сейчас объясню для чего. Вот здесь вот у меня кухонные шкафы. И мне не нравится вот здесь вот приборку, кстати, на днях будем делать. Но вот видите, когда дети пороются, вот такая вот фигня у меня получается. Это ладно. Вот здесь вот мне не нравится, как у меня все сделано. Мусор сыпется постоянно. Я поначалу стелила другие коврики. Но вот у нас... Сейчас, Марина, подожди. Перемешивают постоянно. Я хочу вот этот органайзер убрать и сюда просто тряпичный коврик сделать. И вот измерила в столе коврик, сколько будет. И наверху полочка, сколько будет. И вот видите, вот ножи опять все перевернули. Все опять перевернули. Опять вот надо делать. Ну вот в целом как-то так хочу что-то изменить на кухне немножко. И вот не знаю, хочу этот органайзер убрать из стола, но вот не знаю, что... Мои против того, чтобы убирать. А вот я говорю, мне вот это вот постоянно вот весит. Напишите, что вы думаете. Убирать и просто туда коврик какой-нибудь плотный такой постелить и все. И пускай было бы вот так лежало. Вот не знаю. И хочу вот в этих шкафчиках. У нас вот здесь вот хлеб лежит и чай. Я хочу переделать приправы с чаем в ста. Хлеб отдельно в маленький съем. Потому что хлеб очень большой шкаф занимает. И вот что-то это... Копейчику тут суп себе наложила. Еще сейчас сяду поем. Борщ варили. Поем сейчас сяду еще. И вот оладушки сейчас пожарю. Деткам сегодня сгущенку купила. Большую бутылку. Я тут на днях уже покупала, но дети съели. Вот эта вот фирма сгущенка. Ой, до этого мы брали другую фирму. А вот эта вот сгущенка мне понравилась. Тут кило 450 за 152 рубля, по-моему. Она густая, понимаете. А до этого мы брали... Другая фирма была. Не помню, как называется. Там жидкая, как вода. А вот эта вот нравится. Вот деньги будут. Хочу бутылок 5-6 купить и убрать в подпол. Пускай стоит. Мешать она не будет. Вот такие вот дела. Ладно, буду дальше жарить оладушки. Пишите, что вы сегодня готовили. Сегодня путем опять ничего такого не снимала. Но сейчас подождите немножко. Чуть-чуть. И начнем все подряд. Мне на в шкафах опять все перебирать. Я вам обещала шкафы показать. Потому что там у девочек опять вот так вот. Как раз подошло время, чтобы заснять трешак. Прям треш будет полный. Если интересно, то оставайтесь. Ладно, жаря молодею. Так там в шкафу сгущенка. Маша съела оладушки и кушает. Там не обращайте внимания. Посуда немножко грязная у нас. Тебе помочь застать? Маша, ты сама. Уже ребятки садятся и кушают. Уже тазик почти пустой. Даже не успевая заснять. Потому что ребятки садятся и едят. Сразу же. Да, Маша? Маша, вкусно оладушки? Угу. Угу. Сгущенка эта густая. Хорошая сгущенка. Говорю, вот она вообще густущая. Мы ее в холодильник не ставим. Она прям тут в шкафчике. И она прям густая-густая. Маша сидит оладушки. Кушать, Оксана уже поела, да, Уксарь? У меня там немножко есть. Как, Маша, вкусно? Угу. Они вот такие вот, ребят, получаются. Толстые. Толстые. Ну, я, видите, обычно на кефире, на обычном делаю. И с добавлением соды я сегодня сделала. Я, по идее, всегда разрыхлитель ложу. А сегодня что-то решила. У меня разрыхлитель просто закончился весь. Поэтому я соду бухнула. Ну, соды тоже, да, Маша, вкусные? И они золотистые такие. Видите, вон такие вот золотистые, вкусненькие получились. Да? Ай, как вкусно. Я тоже два съела, все, я наелась. Все, все доедают. Тут даже все не съешь. Тут они сытные такие. Ладно, готовим дальше. Маша, дальше. Маша, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Все, ребята, дожарила я остатки оладушек. Все, наконец-то пошла я. Там у меня видео как раз загрузилось. Пошла я премьеру выпускать. Ладно, вот такой вот у меня был сегодня день. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Будьте чуточку добрее. Будет тогда все классно. Всем хорошего дня и здоровья крепкого. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok